привет 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 здравствуйте дорогие друзья как я рад вас видеть снова здесь и вы наверно тоже рассмотрите это все несмотря на замедление ютюба что наводит меня на разные мысли непонятные мне самому ну я вас благодарю за то что вы материально поддерживаете канал все таки за то что вы пишите комментарии за то что мы с вами общаемся за то что вы между собой общаетесь это очень интересно и за то что мы с вами все вместе любим музыку 20 21 века популярную музыку я подчеркну поп-музыку то есть beatles rolling stones king crimson gentle giant soft machine популярную музыку поп-музыку мелод одна из пластинок популярной музыки у меня в руках сейчас фил коллинз face value очень люблю этот альбом а почему-то многие любители поклонники группы genesis в которой играл фил коллинз этот альбом все творчество все соленое творчество филла коллинза не любят и говорят что это вообще все он вообще все испортил он взял группу genesis ну то есть как взял в ней жил собственно говоря но после ухода габриэла он взял на себя роль лидера и все испортил сразу стал играть фанк стал играть какую-то новую волну стал играть какие-то современные электронные вещи испоганил вот это вот умная солидная такое то что играла группа genesis чем она была чем она славилась а он просто стал играть рок-музыку поп-музыку рук как как угодно можно называть рок-музыка это не солидное вообще занятие вообще вот она умная такое мощное грандионе нет нет рок-музыка это занятие не солидное совсем я скажу даже больше не интеллектуальное и коллинз вернул собственно говоря рок-музыку в изначальное русло но это все шуточки это все конечно не совсем так он просто любил джаз любил фанк любил соу любил музыку жизни музыку движения и вот это движение появилась и группе genesis и в его своем творчестве она просто бьет ключом радость жизни радость полет вперед подъем наверх никакого вниз вот этого нет ничего только вперед светло радостно весело и танцевально да ничего плохого в этом нет танцы 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 все что нужно иностранцу как говорил виктор цой между прочим это его стихотворение а пластинка фэйс волью который у меня в руках это 1981 год первый альбом фила коллинза и появилась на свет она совершенно случайно фил коллинз не собирался выпускать сольный альбом него не было такой задачи он играл в дженесис еще в ту пору вполне был загружен этой работой кроме того он никогда ничего не отказывался он всегда принимал участие в записи чьих-то альбомов если его приглашали он любил просто любил музыку любил играть это самое главное да человек любит играть он играет всегда куда бы его не позвали куда с кем бы не пришлось бы сотрудничать я таких людей знаю очень много кстати говоря и среди ленинградских музыкантов московских музыкантов которые никогда не отказываются если их просишь что-то сделать или я или кто-то другой они с радостью приходят и играют то что потому что любят машин нравится попробовать себя здесь там одну музыку другую музыку третью музыку в таком стиле в другом стиле интересно интересно это жизнь эта часть жизни а то то вы знаете ой нет с этим я не буду играть ну и пошел ну и не играй музыкантов много хороших вот это я к тому что не было задачи выпускать сегодня альбом хватало дел и без того но случился развод который у нас тяжело переживал расставшись со своей женой эта фотография кстати специально выбрана коллинзом для того чтобы передать ощущение с которым писались эти песни с которым он их пел что он имел в виду под каждой песни практически здесь и она соответствует его настроению ну сказать конечно очень очень точно все сделано и он просто написал несколько песен записал демо и это демо попала в руки ахмеду артагуном который послушал и сказал ох елки-палки хорошие песни фил давай-ка их выпустим давай-ка запишем альбом ну а конец поскольку никогда ничего не отказывался ну давайте окей и на свет появилась вот эта замечательная пластинка а то есть как как это происходит да дать запишем альбом давайте а поскольку музыкант серьезные и к музыке относятся серьезные и живет и дышит не просто выпустим альбом а давайте уже тогда погрузимся давайте тогда уже выпустим серьезно давайте аранжируем по-настоящему и приглашено было огромное количество музыкантов здесь человек 30 наверно занятых записи этого альбома был я не помню сколько не не считал специально ну ба струнная группа огромная там человек 15 наверное или 10 на струнных играет феникс хорнс духовая секция тоже там 5 по моему человек феникс хорнс кстати не знали вообще что такое группа genesis вообще никогда ее не слышали и соответственно не знали кто такой фил холлинс когда он пригласил их поскольку он в принципе ориентирован всегда был он любил очень джаз соул фанк и такой вот эту живую музыку живую музыку движение он пригласил феникс хорнс они скажем вообще не знаю какой genesis прошу это такое англичане какие-то не слышали не знаем это к вопросу о популярности и значимости группу genesis в музыкальном мире но когда они познакомились с коллинзом и послушали материал послушали как он поет как он играет окей да это здорово и приняли участие вот это я к тому что очень серьезный подход много музыкантов классной аранжировки настоящие просто перфекционизм высшей степени насколько все чисто насколько все точно каждая нота каждый звук каждый просто каждый звук перкуссии каждый там звон колокольчика треугольника там все 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 просто на местах все сделано насколько каналов кстати писались барабаны я боюсь даже предположить я говорил с одним звукорежиссером когда записывали мы какое-то тоже какую-то свою песенку а как писать барабаны звукорежиссер говорит ну вы же не фил коллинз вы же не на 24 канала записываете барабаны ну да вполне допускаю потому что к барабанам нужно серьезно относиться к их записи как звучание ну получилась пластинка которая дышит живет радует и до сих пор я слушаю с удовольствием потому что она поднимает настроение она несмотря на то что она грустная по сути своей внутри да но музыка поднимает и оптимизирует любое состояние в каком бы вы ни находились она и вашу грусть подчеркнет песней на air to night 1 и дальше тоже очень много лирических меланхолических таких произведений но при этом и дает толчок к дальнейшей жизни говорит о том что все наладится парень ничего все будет хорошо как бы тебе плохо сейчас не было все равно все будет хорошо мне кажется вот именно это является главной чертой альбома фэйсвэйли как бы тебе ни было плохо переживешь все пройдет все будет хорошо рано или поздно лучше рано чем никогда и на air to night я помню мы были семьей на концерте фила коллинза когда он приезжал в санкт-петербург и на air to night он исполнил с огромным бэндом очень серьезно очень классно барабаны стояли на подиуме наверху он сначала просто пел в микрофон потом с микрофоном пошел наверх отставил микрофон сел за барабаны очень точно прямо по тактам рассчитана идет идет инструментальная часть он садится сел раз и уже пошел отсчет с момента как он садится раз то есть по движению но он артист он хороший артист драматический он владеет пластикой владел владел телом прекрасно и все у него все очень точно сделано смотреть на него одно удовольствие а слушать еще большее удовольствие и на air to night мы слышали все что про нее рассказывать эта песня настолько на слуху что что говорить this must be love вот здесь уже начинается драма уже начинается светлая светлая печаль расставание но песня все равно живая она все равно раскачивает она все равно живет behind the lines песня группы genesis в которую коллинз вдохнул движение вдохнул дал ей движение дал ей толчок потому что genesis все-таки это такое монументальное что-то такое а здесь он эту песню немножко раздвинул и она зажила она задышала она затанцевала она стала такой сверкающей и не скажешь танцевальные а ну она полетела она полетела вперед и очень хорошо следующая песня это просто переживание коллинза фортепьянные нос с добавлением разных инструментов и два инструментала дронт и на хэн и хэнд очень интересный дронт разгул перкуссии с электроникой снова с разнообразной синтезаторную такую такой просто не tangerine dream конечно потому что поживее все-таки по в более оптимистично чем tangerine dream ну так такой плотный электронный космос наваливается и перкуссия и скрипка где-то звучит и вокал коллинза с вокодером там наверху всплывоколиз без слов песнь до инструментальная голос как отдельный инструмент такой хор возникает наверху очень красивое полотно такое космическое а хэнд хэнд просто инструментальная музыка выходим из этого дронт космического и возвращаемся на землю где растут пальмы плещет море цветет солнце синее небо красивые девушки ходят звучит музыка звучит музыка хэнд хэнд феникс хорнс во всю играют на своих тромбонах саксофонах и трубах и просто полный кайф полную радость жизни вот она пришла сюда а мистер гейн на второй стороне тоже а мистер гейн да да тоже все-таки хоть песня и пульсирующая и ритмичная но она все равно а о проблемах расставания с любимым человеком ну в музыке это заложено тут никуда не денешься дальше мне интересно вот thunder and lightning песня через одно я перескочил тоже кажется из названия будете сейчас thunder and гром и молния сейчас начнется нет все так достаточно спокойно но за второй частью вырастает уже все-таки могучий такой звук интересное построение очень очень много звуков много инструментов очень все четко и фанк здесь присутствует и соул здесь присутствует и удивительной конечно барабаны коллинза инструменталист я не знаю как какого уровня просто высочайшего конечно уровня мы вспомним группу бренд x джазово фьюжен фьюжен коллектив в котором он играл там вместе с перси джонсом бас-гитаристом удивительно просто просто красота чем дело тут не играл пил коллинз никому никогда не отказывал а над мувин очень веселая песня где коллинз играет на фортепиано и она такая очень кайфовая мы конечно не могу я пройти мимо там урон его нос песни битлз который завершает этот альбом песня как бы она и так считается образцом и началом психоделического рока до толчком первая пташка так такая психоделия да а здесь коллинз ее насытил уже такой мощью психоделической что в прямо не стыдно не стыдно это и и и показать музыкантам битлз я думаю что это полный кайф тоже и обратная запись тут и все дела лежит все это летает все это свистит жужжит уносится ну ну и поет артист замечательный изумительно в общем я не знаю почему это пластинка может не нравится по каким причинам что здесь можно найти плохого в ней я я не нахожу ничего плохого я нахожу здесь только хорошая по моему это замечательная пластинка на все вкусы женщинам мужчинам детям старикам любителям рока любителям джаза любителям фанка полный кайф причем сделано не специально как я уже говорил совершенно случайно просто от души написал есть написалось несколько песен предложили их оформить оформил выпустил и стал мега звездой мега звездой просто потому что просто очень хорошая музыка очень хороший музыкант очень хороший артист фил коллинз вот и я пошел пить а вы ешьте побольше соленого горячего острого жирного сладкого и вредного и тогда все будет в жизни хорошо пошел пить пока